Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан». Вопрос 1299, том 4. «Как родителям определить, с какого возраста и в каком случае применять физическое телесное наказание?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в главе «О семье» подробно говорится об этом. У нас действует 29 лет детский православный трудовой лагерь. Я являюсь его создателем и начальником. Постепенно сдаю все свои полномочия молодым братьям и сестрам. На все в лагере уже составлены правила, уставы, и молодые очень хорошо справляются со своими обязанностями, без моего вмешательства. В нашем лагере применяются физические наказания. Пробежать за листочком, стоять на вахте, дополнительная работа, лишение еды и купания или просмотра фильмов, наказание крапивой и сеткой-авоськой или запрет приезжать когда-либо в лагерь. Наказывать может старший воспитатель, кроме крапивы и сетки. Это лично моя прерогатива, что и оговорено уставом. Наказание детей – это настолько тонкое дело, что я никому не смог его доверить за 29 лет ни разу. За все эти годы ни один ребенок не был наказан несправедливо, что они и подтверждают в присутствии приехавших за ними родителей. Если возникает самое маленькое сомнение, что ребенок виноват, я никогда не решусь его наказать. Если Бог не пошлет такого мудрого человека, любящего детей, который мог бы меня заменить в роли экзекутора, то дальнейшее существование лагеря ставится под сомнение. Без физического наказания ни лагерь, ни школа не могут дать нужные плоды. Видя, как неразумно поступают родители, дергают детей за уши, за волосы, бьют рукой, пинают и кричат. Хочется криком кричать. «Прекратите! Убойтесь Бога!» Наказывать всегда нужно без гнева, с детальным рассмотрением проступка и с рассуждением. Наказывать нужно только тогда, когда ребенок точно знал, что этого делать нельзя, и нарушение уже не первое. Наказывать нужно за дерзость и ложь. Японцы советуют раньше трех лет не наказывать, чтобы ребенок не был закуганным. Удивительно, что нет у нас по этому вопросу никаких курсов ни в церкви, ни в городе, и все как огня боятся этих слов. Наказать ребенка, хотя все наказывают. Евреям, 12 глава, 7 стих. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Притча, 10 глава, 13 стих. «В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга». Притча, 13 глава, 25 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притча, 22 глава, 15 стих. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Притча, 23 глава, 13-14 стих. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Притча, 29 глава, 15 стих. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». «Розга и об junkyard людей». «Глупость, Knights,